Девушки отдыхают Что ждет вас сегодня? Начинаем новый сезон и отправляемся в Республику Марии Элз Со 2 по 13 августа на базе учебно-оздоровительного комплекса Яльчик, спортивный клуб «Казанские Юлбарсы» провели ежегодные межсезонные сборы Какие сборные там были и как прошла их подготовка, расскажет Эльвина Губайдулина Борьба за медали высшей пробы начинается с хорошей предсезонной подготовки Озеро, лес, пробежки и тренировки на свежем воздухе Все это межсезонные сборы Спортсмены отправились в учебно-оздоровительный центр Яльчик Чтобы после каникул и отпусков вернуться в режим, улучшить навыки и наработать новые игровые схемы Разумеется, тренировки, которые проходили в Яльчике, довольно сильно отличаются от сборов по ходу сезона На данном этапе у тренерского штаба задач несколько Постепенно вовлечь спортсменов в рабочий ритм Посмотреть, кто и как готов на данный момент И самое главное, найти слабые стороны своей команды, чтобы далее их закрыть новыми игроками Мы в данное время используем для подготовки именно физических данных к сезону То есть август и сентябрь у нас используются для физподготовки Далее уже тренировочные процессы в залах и на ледовых площадках Для того, чтобы удачно выступить в течение года в различных турнирах Лариса Маслова и Екатерина Ячменева уже давно выстроили грамотную работу Со своими подопечными в сборной по фитнес-аэробике Основной упор делается на растяжку девушек Для более сложных и качественных поддержек она очень важна Каждое утро девушки выходят на пробежку и мини-тренировку А перед обедом занимаются в полную ногу Также у сборной стоит задача показать себя на всероссийском и мировом уровне Наши девушки частые гости данных форумов И в новом сезоне они готовы брать золотые медали Наша цель и задача взбодриться, сплотиться на летних учебно-тренировочных сборах по фитнес-аэробике А также прокачаться как с точки зрения теории, так и практики по виду спорта фитнес-аэробика Проведя прошлый сезон достаточно успешно, хоккеисты Казанского федерального уже готовы выйти на лед Алексей Ливанов, главный тренер сборной по хоккею, явно настроен решительно И готовит своих парней чуть ли не на уровне команд континентальной хоккейной лиги Разминочный бег по стадиону, упражнения на все группы мышц и отработка игровых моментов И так каждый день Как говорят сами хоккеисты, важно сплотить команду, чтобы все сдружились и смогли сыграться Потому что основа забивающей команды во взаимопонимании Мы действуем как большой единый коллектив, который будет добиваться результатов Поэтому есть ребята, которые постарше, которые могут подсказать где-то в каких-то моментах Потому что не первый год играем уже с этими командами, знаем, как они будут действовать Поэтому просто подсказки новым ребятам, которые только пришли И так же действовать, как в том сезоне, только с улучшением результатов С отличным настроением и со словами «победить все чемпионаты», «забрать все медали» Приехала в Яльчик сборная по женскому баскетболу В прошлом сезоне команда смогла пробиться в раунд ЛАС-64 Лиге Белова, выиграв дивизион «Казань» ассоциации студенческого баскетбола В этом сезоне перед командой стоят более высокие задачи Планы, конечно, как всегда, показать свой максимум в первую очередь Выиграть все соревнования, в которых мы, в принципе, запланировали участвовать Это дивизион «Казань» АСБ, МСБЛ Ну, дивизион «Казань» — это да, но там же есть и следующие этапы Когда уже начинаются ласты игры на вылет Соответственно, там просто хочется пройти максимально далеко А перед главным тренером Вадимом Даниловым еще одна Закрыть позиции ушедшей из сборной капитана Елизаветы Усановой Сейчас Вадим присматривается ко своим спортсменам и думает Кому передать такое ответственное и уважительное звание На вопрос, кто основной кандидат на звание капитана Главный тренер сборной ответил следующим образом Думаю, даже на самом деле не сторожил А вот есть девочка у меня на примете Но думаю, что потом я облюблю об этом Армрестлинг не пользуется такой популярностью, как командные виды спорта Однако на сборы приехало немало парней Мастер спорта по армрестлингу и главный тренер Равиль Галиулин Каждый день придумывает новую программу тренировки После которой каждый почувствует себя качком Хоккеисты тоже подтягиваются к их тренировкам Силовая подготовка, на выносливость упражнения Скоростно-силовая, растяжка Независимо от погоды, мы все равно тренируемся, купаемся, отдыхаем Предсезонная подготовка в Яльчике прошла успешно для всех сборных Нам же остается только ждать начала нового сезона Где уже все будет видно и понятно Ильвина Губайдульна, Неделя спорта Но не только сборные университета готовятся к новому сезону 22 сентября в Униксе Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Искал новых игроков и спортсменов для своих сборных Сколько кандидатов пришло на данное мероприятие Кто смог отобраться в основные сборные, расскажет Милеуша Хакимова Приведя достаточно хорошо прошлый сезон Сборные института социально-философских наук Начали обновление своих составов 22 сентября на паркет спортивного комплекса Уникс Спортивный комитет института пригласил потенциальных игроков А именно студентов первого курса Перед началом отбора, чтобы хорошо разогреть все группы мышц и включить голову Для всех пришедших первокурсников провела разминку хореограф Наталья Четнаева Далее начались соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу и шахматам Большинство участников еще в школе профессионально занимались теми видами спорта По которым сегодня проходили состязания Среди них оказалась Камила Шайхиева Девушка начала заниматься волейболом в третьем классе До сегодняшнего дня уделяет этому виду спорта очень много времени Главным достижением которой является участие в соревнованиях за команду сборной Татарстана Но кроме профи были также новички Которые желают связать ближайшие 4 года обучения с спортивной деятельностью Защищая честь своего института и университета В конце мероприятия студенты, на отлично справившиеся с испытанием Были награждены подарками и сертификатами А самые лучшие были избраны спортивной командой института Яуша Хакимова, Сергей Песцов Неделя спорта К счастью, не только подготовками богата эта неделя 16 сентября стартовал 10-й юбилейный сезон студенческой футбольной лиги Республики Татарстан Сейчас давайте посмотрим, как прошли первые два матча этого турнира На своем поле сборная Казанского авиационного института принимает Казанский государственный архитектурно-строительный университет Первый тур нового сезона начался с небольшой церемонии открытия Председатель исполкома региональной молодежной общественной организации Буревестник Эмир Харрисов поприветствовал команды И в своей речи подчеркнул значимость данного турнира Буревестник Эмир Харрисов поприветствовал команды Казахстан, 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 Казахстан И вообще управляют нашу страну Именно 10 лет назад на этом поле они в первый раз сыграли матч Хочу ответить короткий путь Это наша студенческая футбольная лига За это время команда КАИ три раза снарядилась чемпионами А команда КАИ в этом году представляет путь, который выиграл с победы в Украинской Республике Поэтому мне кажется, что символично, что в игре открытия Солкнулись две потенциально сильные команды, которые покажут нам красивый футбол Я хочу пожелать вам, друзья, чтобы в вашей профессиональной жизни То, к чему вы занимаетесь и на кого вы учитесь Всегда совпадало тем, чтобы вам обязательно заниматься любимым этим спортом И чтобы ваше здоровье всегда опережало на несколько шагов И для того, чтобы вам возможность делать чудеса в профессии Главное, что мы учимы в спорте, мы, конечно, в победы Так что ураг началом в игре и инициативе Возможно, здесь четыре из двух футбол Первый тайм, и игроки КАИ сразу берут инициативу в игре Всю первую 35-минутку авиаторы усердно стараются довести мяч до штрафной площади архитекторов Но везение явно не на их стороне Атаки развивались в основном из центра поля, откуда мяч далее отправлялся на фланговых нападающих Взятием ворот, увы, данные действия не завершились После перерыва сборная авиационного института начала активно расстреливать ворота соперника Приблизительно два-три удара в створ за минуту успевала сделать линия нападения КГСУ во втором тайме практически полностью потеряли контроль над матчем Постоянно пуская в свою штрафную площадь игроков КАИ Лишь только в конце матча архитекторы заимели две хорошие контратаки и штрафный удар В добавленное время игроки КАИ начали массированную атаку Вся команда была в штрафной площади соперника, но распечатать ворота так и не удалось Счет так и остался на табло 0-0 Второй матч в лиге архитекторы играли с Казанским государственным медицинским университетом В прошлом сезоне эти команды замыкали турнирную таблицу Счет в матче был открыт на 20-й минуте Первый гол на турнире оформил Тимур Муратов Ударив спинальти вратарь архитекторов отражает угрозу, но прямо в ноги Муратову, который делает счет 1-0 Далее архитекторы пытаются сравнять счет, но наоборот привозят еще один гол На этот раз отличился Айрат Алукаев 2-0 После двух пропущенных мячей архитекторы практически сразу отыгрывают один мяч Автором которого стал Герман Долгов, поразив ворота медиков после удара с 11-метровой отметки Увы, далее архитекторы забить не смогли и первые три очка в турнире зарабатывает Медицинский университет Итак, после двух матчей давайте посмотрим, как выглядит турнирная таблица студенческой футбольной лиги Первое место за Медицинским университетом Далее идет Казанский авиационный институт У них в активе всего 1 очко Третье место с одной ничьей и одним поражением идет Архитектурно-строительный университет У них также 1 очко Остальные команды в турнире еще не стартовали Тем временем сборная Казанского федерального университета начинает активную подготовку к первому матчу в лиге 17 сентября на стадионе «Динамо» состоялась первая тренировка команды федерального университета На ней же и побывала Анастасия Пройдакова Полисты Казанского федерального университета выходят на поле после долгого летнего перерыва 17 сентября на стадионе «Динамо» состоялась их первая тренировка Помимо основного состава, на поле появились и новые футболисты, учащиеся первого курса университета. Среди них два человека ранее играли в Академии футбольного клуба «Рубин». Еще по одному пришли из Владивостокского луча и набережной Челнинского «Камаза». Основной упор тренерский штаб делал на просмотр молодежи и сравнение их характеристик с основным составом. Сначала команда разбилась на группы для упражнений над контролем мяча и отработки паса, а далее двусторонка, после которой уже можно говорить о составе на первый матч в лиге. Помимо этого, тренерский штаб старается в максимально сжатые сроки закрыть пустые места в сборной. По истечению прошлого сезона команду покинули несколько человек. Среди них оказались центральный защитник Артур Халиков и атакующий полузащитник Станислав Козлов. Первый матч сборная проведет 25 сентября против серебряных призеров прошлого года – сборной Кнету КХТИ. По словам главного тренера команды, матч будет сложным, но с другой стороны, это хорошая возможность посмотреть на обновленный состав. Анастасия Пройдакова, Диана Загирова, Елизавета Бурмистрова. Неделя спорта. Итак, студенческая футбольная лига стартовала, и на этой неделе, друзья, нас ждет просто россыпь прекрасных матчей. Давайте посмотрим, кто, с кем и когда будет играть. 25 сентября на стадионе Мирас Казанский федеральный университет встретится с командой Кнету КХТИ. Начало в 12.00. 26 сентября на стадионе КАЯ Олимп Казанский государственный энергетический университет будет играть с медицинским университетом. Начало в 15.30. 27 сентября КФУ играет свой второй матч в турнире против Казанского государственного архитектурно-строительного университета на стадионе Тулпар. Начало в 13.00. И 28 сентября на стадионе Буревестник Академия спорта начнет свои матчи в турнире. Первый соперник – Казанский государственный энергетический университет. Начало в 10.30 утра по Москве. Субтитры делал DimaTorzok На счету у Алмаза дубль и три ассиста, а у Даниила три ассиста и один гол. Со счетом 5-1 Юрфак начинает сезон с победы. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Друзья, мы вернулись, так что каждую неделю присоединяйся к нам и следи за студенческими новостями из мира спорта. С вами был Роман Полинсков и программа неделя спорта. До скорого! Субтитры делал DimaTorzok